Всем доброе утро! Сейчас разогреваем пиццу в духовке. У нас осталось, мы заказывали и не все, конечно, съели. И я, знаете, в морозилку убираю. А потом вот так достаем ее и разогреваем в духовке. Получается свежая, очень вкусная пицца. Это такой лайфхак, если вы не съели пиццу, и, допустим, понимаете, что в течение 2-3 дней не съедите, вот можно морозилку именно убрать, и потом достать и разогреть. Ну, а я себе еще хочу кашу сделать. Очень вкусная каша. Кстати, может быть, поедем, не знаю, посмотрим сегодня в светофор. И нужно будет еще взять. Мне спрашивали фирмы, какая каша. Увелка с яблоком. 2-3 минутки, кашка готова. И будем делать сейчас кофе. Смотрите, что мне попалось. Новый год! Лика хочет наряжать елку. Как считаете, рано или нет? Нормально. На обед у нас картошечка и селедка. Еще сделали вот такой соус, чеснок, сметана с чесноком. Для тех, кто кушает хлебушек, вот такие брускетики. У нас есть еще жареная рыба. Я вчера жарила минтай. Но у нас селедка. В общем, мы решили покушать селедочку. Порезали ее. Миланка не захотела кушать. Она буквально 5 минут назад покушала пиццу. А вот селедку с картошкой уже не захотела кушать. Ну, покушала хорошо пиццу, уже хорошо. Сегодня я хочу на ужин сварить какой-нибудь соус. Сейчас пойдем в магазин. Мне нужно купить капуста свежего. И хочу посмотреть острый перчик. Такой чили. Чили же, да? Острый. Нет, красный чили, красный перец. В общем, буду сегодня какой-нибудь соус готовить на ужин. Всем приятного аппетита. Ты кушай вместе с нами. Зашли сейчас в ленту. Смотрите, какая-то прям новиночка. Да, нац вкус брауни и вот такой нац фундук. Это лимит из любишься. Да, по 129 рублей сейчас. Слушай, прикольно. Да? Какая-то прям новиночка. Вообще здесь, я смотрю, очень много скидок разных на шоколад. До 50, до 60 даже процентов. Это Аленка. Ее, правда, все разобрали. Но там есть много молока, молочный. Рафаэлка вот такая вот. А вот 58 процентов. Соленый крекер. А я вообще смотрю, в Миланке что-нибудь в школу. Мы зашли за продуктами. А вот такая вот еще, смотрите, шоколадка тоже Аленка. С малиной. Печенье со вкусом малины. Новинка с клубничным шоколадом. Ну, клубничной, точнее, прослойкой. Вот такие вот новиночки. Так, а это что-то новинка. Ой. Ну, сколько новинок, да? По 56 рублей. По 50 рублей вообще. Тоже, да? Ну, это непонятно, что. Какой-то крекер и карамель, наверное. Короче, новинок тут много. Посмотрим. Смотрите, родные, щедрые, ой, короче, родные просторы. Смотрите, как продают конфеты. Здесь 140 грамм. Сейчас 149 рублей. Вот такие вот 134 рубля. Это с сундуком. Есть вот такие вот с вафельной крошкой. И начинка арахисовая. И есть еще, а это вафельки вот такие. В таких вот упаковочках. А так они, слушайте, ну так тоже, смотрите, они стоят 125 грамм. По акции 129 рублей сейчас. 172 грамма. 249. И веки вот таких с фундуком. 125 грамм. 129 рублей. Где же спрятались они? Зря искал под осенью. И под елью зря искал. Видно, я большой корзиной все грибы попугал. Перепугал. Перепугал. Грибы. Раньше считалось, что грибы – это растения. Но сейчас ученые выделяют их в особое царство живой природы, которые так и называются грибы. Грибов на свете много. Около 100 тысяч видов. И все они очень и очень разные. Под березник, подосиновик, белый гриб, мухомор, трутовик, выросший на стволе дерева. Или плесень. Или плесень покрывает корочку хлеба. Все это грибы. Молодец. Миланке задали почитать по литературному чтению вот это и ответить на вопросы. Еще сейчас пару раз прочитаем. Будет еще лучше, да, читаться? Как вам мой набросок к девочке? Вау! Это такие модные штаны-клеш. Угу. Вообще круто. А сверху что это такое? Такое, типа боди? Нет, это были трусы. Понятно, это типа боди. Нет, это были трусы. Заехали на Волбери сейчас. Забрали вот такую вот пастилу. Это яблочная пастила. А это финики. Финиковая пастила. Очковка, 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 вот. Слушайте, пастила очень вкусная. Давайте залезем в какую. Какая вкусненькая. Она вот такая вот. И еще очень хорошо, что она... Если грязные руки, то есть и ты не хочешь пачкать эту вот эту вот штуку, вкусняшку, ты просто грязь пленочку вон там. Угу. Самая, наверное, она обожает. Самая. И хорошо. И вкусняшка. Угу. Завтра в школу сейчас сделаем с Миланго домашнее задание. Потом соберем рюкзак, еще чем перекусим, попьем чай. И у меня что-то какое-то такое, знаете... Короче, мы зашли на Валперис. И там была девушка, ну, продавец, ну, который выдает, в общем, товары. Она была с насморком и кашляла. И я потом вышла, и все. И моментально мне кажется, что у меня насморк, что у меня все горит вот здесь, что... Ну, в общем, не знаю. Я пришла домой, на всякий случай капнула нос, выпила чай. И вот как-то вот то ли это откапель, то ли это, я не знаю, что. Ну, в общем, у меня нос горит, у меня какая-то слабость. И я сейчас пойду выпить эрафлю на всякий случай. В общем, не знаю, у нас на улице еще такая погода дождливая, пасмурная, такая сырая. Может быть, что-то как-то... В общем, на всякий случай выпить эрафлю. Все будет хорошо. Сделаем с Миланкой, в общем, домашку. Завтра хочу, кстати, купить краску. Мне нужно красить волосы. Смотрю, какую, не знаю. Я имею в виду... У меня же две краски, которые мне нравятся. Ну, фирма одна, но они отличаются. То есть, одна краска почти не степляет корни. Вот, но она идет в два этапа осветления. А другая краска, она где-то на то, на два похуже красит, осветляет. Ну, то есть, в любом случае, там, корни, они потемнее идут, чем все волосы, да. Вот, но она идет в один этап. Не знаю еще, какую взять. В общем, завтра зайду в магазин и уже выберу, посмотрю. Что мы сегодня купили еще в магазине. Мы были в Ленте. Взяли вот такие яблоки. Это семеринка. Я их обожаю. Они очень вкусные. Есть, знаете, семеринка, ну, такие они прям кислые-кислые. Эти нет. Это не кислые, сладенькие. Очень-очень вкусные. Яблочки. Сейчас, кстати, в Ленте акция на них. Они 50 рублей. Там 52, по-моему, килограмм. За один килограмм. Были 100 с чем-то рублей. Вот. Так что яблоки обалденные. Я взяла 2 килограмма, половину убрала в холодильник, половину помыла. И вот здесь у меня вазочки. Взяли вот такой вот перец маринованный, халапеньо. Очень вкусный острый перчик. Обалденный. Есть красный, есть зеленый. Мы взяли вот такой вот зеленый. Очень вкусно, знаете, его добавлять в бутербродики. Делаешь, когда бутерброд. И сверху вот этот перчик. Получается прям вкусно. И, кстати, очень-очень красиво. Здесь мы готовим кушать. Это тесто. Делаем лаваш. Так, еще мы взяли сыр моцарелла. Это для пиццы. Но мы будем готовить такие типа лавашей. В общем, очень вкусненько. Потом я вам покажу. Но это будет завтра. И по рецепту нужен сыр, который очень хорошо плавится. Вот этот сыр плавится обалденно. Это именно для пиццы. Он очень классный. И мы его всегда берем, когда что-то такое готовим, где нужен именно такой сыр. Еще взяли мясо. Это ветчина. Нарезали ее в два лоточка. Но она продается, как бы, эта ветчина целиком. И можно попросить, чтобы нарезали. Мы попросили, чтобы нам ветчину нарезали в два лоточка. Кстати, вот классный именно бутерброд. Знаете, хлебушек можно немного обжарить на сухой сковородочке. Такой будет, как типа брускетик можно сделать. Как мы сейчас сделали. Сметана с чесноком. Этим смазываешь хлебушек. Кладешь ветчину. Свежий огурчик. И халапени. Маринованный острый перец. Получается вот так вкусно. И еще взяли молоко кефир. Взяли там еще филе куриное и зелень. Сейчас буду смывать макияж. Хочу сделать какую-нибудь масочку для лица. И что мне сделать? Какую маску? Сейчас я сама выберу. Это у меня крем для лица. Так, я знаете, наверное, какую маску сделаю для лица? И, наверное, сделаю вот эту вот маску от Mixit. Она блестящая, красиво переливается. Маска-пленка. Очень хорошо восстанавливает кожу с экстрактом мяты и мелисы. Обожаю с экстрактом мяты и мелисы. Потому что очень хорошо, если есть отеки какие-то небольшие, то хорошо убирает отеки. Вообще маска вот эта классная. У нас их там, смотрите, еще есть в розовом цвете. Есть еще, кстати, в черном цвете звездочками такая блестящая. А эта, сейчас покажу, как она выглядит. А выглядит вот так вот маска той же звездочке. Так вот она выглядит. Вот здесь масочка. Смотрю макияж. На этом я шла подходит к концу. Всем до завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok